В эфире информационная программа «Время новостей» в студии Юлия Сухомлинова. Здравствуйте! Сегодня в программе вы увидите. Игорь Чагаев посетил КФХ семьи Снесаренко. Он обсудил с фермерами перспективы развития овощеводства в Лобинском районе. В рамках патриотического месячника для учащихся третьей школы председатель Совета ветеранов Ирина Городня провела урок мужества. В пятом микрорайоне города прошла санитарная пятница. Глава района продолжает знакомиться с фермерами муниципалитета. На этот раз он посетил крестьянско-фермерское хозяйство семьи Снесаренко. Подробнее в репортаже Лили Циокян. На окране Лобинска 17,5 гектаров земли занимает крестьянско-фермерское хозяйство семьи Снесаренко. Основной вид его деятельности – растеневодство. На 12 гектарах выращивают сою. В декабре прошлого года в рамках региональной программы «Малый сад» семья получила грант в размере 3 миллионов рублей. Его использовали для приобретения саженцев яблонь. На 3 гектарах высажено около 5000 деревьев разных сортов. Большой делается акцент и губернаторам, администрациям, и все денежные средства будут в первую очередь направляться на переработку, на создание новых рабочих мест и на добавленную стоимость к продукту. Поэтому здесь мы вместе со своей командой в вашем распоряжении, все, что в наших полномочиях, силах, мы обязательно будем помогать, сопровождать, чтобы вам это было выгодно и интересно не бросать. Изюминка хозяйства – собственноручно созданный водоем, который в дальнейшем может стать туристическим местом для отдыха жителей и гостей города, а также для ловли рыбы. В целом, в стране набирает тематика агротуризма. У вас, мне кажется, тоже все условия. Есть инфраструктура, дорога рядом, и шикарный прекрасный пруд, где можно рыбку половить. Я так предполагаю, впоследствии, может, небольшой какой-то кафе или барбекю-зон, для того, чтобы пожарить ее. И тут же яблоки рядом. Все это располагает обстановка. Да, мы говорили на эту тему. Есть ли планы? Да, да, есть, конечно. Что думаете, какие? Хотя у вас уже инфраструктура есть. Да, есть, но беседочки планируем поставить. Видно, что супруги с душой относятся к своему делу. Власти заинтересованы в таких трудолюбивых, инициативных жителях и стараются всячески поддерживать. Пройдет немного времени и на лобинских прилавках мы увидим продукцию крестьянско-фермерского хозяйства «Снесаренко». И это только первые шаги на большом успешном пути. Лилиция Океан, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». В Лобинском районе продолжается месячник патриотического воспитания. Председатель Совета ветеранов Ирина Городняя провела урок мужества на самом святом месте муниципалитета, на Площади Победы. Шестиклассники третьей школы вместе с классным руководителем и председателем Совета ветеранов Ириной Городней собрались на одном из святых мест города – Площади Победы. Ирина Городняя рассказала ребятам о героях Великой Отечественной войны – Афганской и Чеченской кампаний. Все они отдали свои жизни ради мирного неба над нашей головой. И мы обязаны чтить их память. Чтобы каждый из вас мог понять, что есть такие места в России, не только в Лобинске, в России, где нельзя не засмеяться, где нельзя ничего плохого сделать, где нельзя сорить, мусорить, где нельзя, вы знаете, безобразничать. Вы ещё, юные дети, запомните это на всю жизнь. А здесь надо только поклоняться и из уст в уста, как это было раньше на Руси, передавать эту память. В завершении ребята возложили цветы к вечному огню и поклонились всем тем, чьи имена золотыми буквами высечены не только на мраморных плитах, но и в памяти их потомков. В пятницу в Лобинске наводили порядок. Наша съёмочная группа побывала в пятом микрорайоне. Там решили бросить силы на благоустройство детской игровой площадки. С тех пор, как в пятом микрорайоне появилась современная игровая площадка на улице Шишкина, интерес к этой на первом Владимирском проезде у детей пропал. Но активисты 32-го квартала приняли решение продлить жизнь этому уголку. Решили восстановить эту площадку по просьбе жителей. Да и, собственно, и мы присоединились к просьбе жителей, потому что все уголки должны быть ухожены. Мы готовим эту площадку ещё и потому, так рано готовим, потому что здесь 16 апреля будет праздник в день самоуправления. 32-й квартал у нас последние два года очень хорошую показывает активность. И несмотря на то, что сегодня рабочий день, всё-таки люди смогли, кое-кто отпросился с работы. Ну, а в основном, конечно, старая гвардия, общественники, пожилые люди. Председатели микрорайона и квартального комитета планируют сделать эту площадку универсальной, чтобы и дети тут играли, и отдыхали представители поколения постарше. Несовершеннолетних, вот я сейчас посчитала, у нас 240 человек несовершеннолетних детей на квартале. Значит, пенсионеров у нас 300 человек. Мы хотим оборудовать, обустроить, чтобы здесь собирались и дети, и бабушки, и старики пожилые собирались, чтобы было здесь хорошо. А вообще, вот насколько ваши жители вашего квартала активны? Вот как удалось сегодня вас кого-то уговорить? У нас Татьяна участвует, сразу согласилась, Нейман, Лена, Татьяна он тоже. Ну и бабушки. Вот соседка тоже пришла здесь помогать. Так случилось, что на благоустройство площадки вышли женщины. Они по-хозяйски оценили, как будет выглядеть место для игр и отдыха после. Это синяя, это зеленая. Это голубая. Это ярко-сида. Короче, слушаю. Любим свою улицу, поддерживаем активно. Хотим, чтобы у нас здесь была чистота, порядок всегда. Ну и вот решили сегодня организовать субботник. Вот за один день справитесь? Как вы уже оценили свои силы и объем работы? Постараемся. Так, что здесь нужно сделать, на ваш взгляд? Чем вы занимаетесь? Покрасить, убрать вот этот вот мусор. Ну и вот, наверное, вот я думаю, вот эти вот качели надо как-то вот их сделать. Тосовцы собираются здесь организовать праздник совместно с юными туристами. А значит, площадка снова станет местом притяжения жителей 32-го квартала. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания «Лаба». На этом наш выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.